в темечках. Да, ты так сел? Друзья, смотрите Рашкин репорт. Ну, вон уголок, видишь? Добро пожаловать! Вы смотрите на троих. С вами Михаил Трепоиский, Юрий Рашкин и Дмитрий Сорокин. Друзья, добро пожаловать! Добрый день! Всем привет! Всем привет! Ну что ж, у вас просто сейчас такие интересные ну, как бы разборки происходят, потому что ваш губернатор, который год назад был спасителем Отечества, теперь оказался генералом, которого битва уже, видимо, выиграна. И вот как он эту битву выиграл, и что происходило, и тут еще и женщины. Ну, в общем, ситуация у него непростая. Уходить ему в отставку или нет? Я не думаю, что это на самом деле обязательно, потому что есть же выборы! Пусть голосующие избиратели решают, правильно? Это вот такой один возможный вариант. Но не знаю, что это самый реальный. Просто ждать до следующих выборов. Миша, как ты думаешь, что делать теперь губернатору в его ситуации? Ну, ты, видимо, заметил, что в Фейсбуке у нас идут большие баталии. Я как раз, наверное, ну, впервые так вот небольшая драка с моими либеральными, моими коллегами. Я даже выступаю на РТВА. Я выступил с упреком в отношении Хиллари Клинтона, в отношении Нэнси Пелоси. Я, честно говоря, даже грубо отозвался о спикере палаты представителей нашей, потому что я сказал, что ей бы было бы желательно помолчать. Вообще не высказывать такие, делать такие заявления, что якобы она доверяет на сто процентов тому, что эти женщины, эти женщины сказали. Вообще, я не понимаю, как вообще можно настаивать на каком-то, на какой-то отставке, на основании чего. Я тебе скажу, что я, как либеральный журналист, я поддерживал и поддерживаю движение женщин за равные права. Я, наверное, один из немногих, кто писал серьезные материалы на эту тему, где я приводил даже полицейскую статистику о том, что я брал данные, даже не статистику полицейскую, а именно критику полиции и прокуратуры в том, что, например, было одно исследование, и в нем мои коллеги изучили сотни дел. Вот сотни дел, и в чем эти дела связаны были с изнасилованием. Понимаешь? И такая была у нас в Америке, казалось бы, демократия, свобода, люди могут добиваться справедливости. Однако в этом исследовании там были сотни дел, повторяю, и эти дела были подкреплены справками медицинских работников, женщины после изнасилований обращались в медучреждение, были подтверждены факты изнасилований, но наша полиция и наша прокуратура сделала все возможное, чтобы эти женщины, чтобы их дела не пошли дальше. Дела просто старались замять. И до суда дошло из ста дел шесть. Можете представить? Естественно, в этой ситуации я был на стороне женщин, и я считал, что подобное давление со стороны органов просто нельзя принимать как норму. Это было мое отношение. Но когда я увидел, как движение Мету начинает эксплуатировать данную тему, когда любое высказывание мужчины воспринимается как оскорбление, понимаете, когда некие мадам, я их так называю специально, уничтожительно, мадам, я не знаю, они мадмаузель, или они уже женщины, девушки, я не врач-гинеколог, понимаете, но когда, я грубо буду говорить, когда они начинают на словах обвинять мужчин, что они им, что они так восприняли, понимаете, их слова в отношении, например, кома, который мы сейчас обсуждаем. Человек, взрослый мужчина сказал взрослой женщине о том, что только возможно сказал, это в ее интерпретации, в ее интерпретации вообще ничего не говорил. Она нам сообщает, что он у нее спросил, целесообразно ли, возможно ли, желательно ли мужчине в 60 лет встречаться с женщиной старше 20 лет. Я, честно говоря, здесь не вижу никакого посыла к тому, чтобы обвинять его в каких-то сексуальных домогательствах. Она заявила, что ей кажется, ей кажется, что он хотел с ней переспать. Во-первых, в его словах не было даже намека на это. Он просто у нее спросил, может ли он с ней, ну не с ней, это ее интерпретация, что он ей сказал, возможно ли встречаться мужчине? Это был вопрос, это была чистая гипотетика, на что эта женщина сейчас выясняется, мне говорят, я этого не слышал, что она была ранее изнасилована. Но опять-таки, это никакого веса ее словам не придает. Куома, говорят, что он знал об этом, он же ее ничем не оскорбил. Я не понимаю, почему мужчина, например, в моем возрасте, я человек женат, не может спросить у женщины, у моей мест сотрудницы, если я был бы не женат. Можно пойти с вами на свидание? Что в этом оскорбительного? А как насчет того, что он сказал, что вы думаете о том, чтобы иметь секс с более взрослым, с пожилым мужчиной? Опять-таки, опять-таки нет, нет ничего. Он же не сказал, как вы думаете, вы бы не хотели бы со мной, с губернатором иметь секс. Он на нее мог, это опять-таки ее интерпретация, он с этим не соглашался, это ее слова. Это если мне отойти в сторону и взять, например, слова первой женщины, Бойланд, она сказала, что Куома ей предложил в самолете, в самолете сыграть на раздевании. И это же чистый бред, потому как там была масса людей. Вы себе представьте, губернатор предлагает сотрудницы сыграть на раздевании на виду у всех его сотрудников. Они сказали, он же обратился, 8 человек, 4 прежних советника и 4 нынешних, этого ничего не было. Уже такая маленькая ложь, она уже вызывает сомнения. Она сказала, что он ее поцеловал. Ребята, каких это пор, мы должны обладать дима на правду? Почему нужно обращать внимание на то, что кто-то сказал? Это страшная вещь, потому что если мы к этому пойдем, вот такие вот голословные обвинения на рабочем месте, чему они приведут? Ну вот вы, ты, я, мы руководители. У нас есть люди, женщины, которые опаздывают на работу, которые плохо исполняют свои обязанности, которые лодыри. Я хочу их уволить. Я знаю таких случаев много, уже знаю много. На что отвечает такая женщина? А вот тебе такую долю, ты меня уволишь. Я скажу, ты меня пытался изнасиловать, ты меня харасов, или ты меня оставляешь на рабочем месте, или я подаю на тебя, я на тебя жалуюсь. Нет никаких записей, никаких улик. Она просто шантажирует меня, руководителя, тем, что я не могу ее уволить, потому что она меня скомпрометирует. Но вот так же будет. Стоит дать один палец, и эти вот дела будут как левина. Я меня, честно, не понимаю, на каком основании, при всем, при том мне посадили белокозги. Дела, которые были много лет назад, он действительно был человек любвеобильный. Но за что его посадили? На суде присяжных женщина сказала, он мне подсыпал вино снотворное, я заснула, он мой овладел. Это было десятки лет назад. Нет ни подтверждения этого факта, есть просто слова. Слова, что он меня это сделал, и на основании слова человека сажают. Это мне напоминает, знаете, им нужно верить. Это то же самое, что было при Вашинском. Царица доказательств. Как они были добыты, это никого не трогает. Человека заставили, он подписал, он виновен. Здесь то же самое, она сказала, у нас есть такое течение, нас принуждают думать, что мы обязаны верить на слово, и таким образом можно уничтожать и карьеры политиков, и карьеры бизнесменов, и нормальные семьи, потому что, вы же понимаете, человек женатый, глава компании, он хочет уволить нерадивую сотрудницу. Она заявляет, этот человек хотел со мной переспать. Страдает его репутация, его отношение с женой, с детьми, с близкими людьми. Уже там можешь доказывать, что она солгала, что она клеветница. Главное было слово «брошено», и на человека смотрят косо, и он, знаете, как голый на улице, он ничего не может сделать. Его просто обвиняют, и общество заявляет, а мы должны в это верить. Понимаете, она так сказала. Причем, кому человек нормальный, он же извинился, он сказал, причем его обвиняют, что он признал, он не признал свою вину, он просто сказал, я извиняюсь за то, что я мог. А он часто, он и шутил, и подшучивал, и развел. Он человек, который общительный, и он может сказать все, что угодно, а его так вот, я тоже в своей жизни много чего рассказываю, и анекдоты, и истории, и так можно любого человека поймать на слове. А ты тогда такого, такое сказал, а я это на свой счет принял. Вы понимаете, так поступать нельзя, нельзя допускать того, чтобы движение МИТУ, которое подняло правильные вопросы, я считаю, с изнасилованием, и с тем, что были нарушения, превращается это вот их движение, как бы, знаете, как в охоту на ведьм. Теперь можно каждого мужчину в этом уличить, что он был не прав, он оскорбил, хотя он ничего этого не делал. Причем в отношении Беннетт, сейчас как воспринимается, она говорит, он меня не трогал, он мне не говорил, что я, он хочет, я так подумала, что он мне, и на основании того, что она подумала, что мужчина ее хочет, он должен уйти в отставку. Но это просто охренеть, понимаете? Мы живем в страшном мире, понимаете? Я вот вспоминаю эту статью Богомолова в России, то я не согласен с многими его постулатами, но в чем-то он, в чем-то он получает соправство, нам навязывают сегодня определенные нормы, понимаете? Мы должны вот так вот, мужчина, язык за зубами, ты работаешь, мне уже так пишут в Фейсбуке, коль ты руководитель, молчи, только давай задания и не вступай в разговоры, не общайся. Работа в коллективе, это, как знаете, это не коллектив, это роботы. Мы должны зайти на работу, отдать задание. Это мечта, чтобы люди друг с другом обращались с уважением и не рассказывали странные шуточки. Это было бы так хорошо. Дима, добавь что-нибудь. Ну, давай по порядочку. Девятый год Горбачеву, 75 лет фултонской речи, 68 лет со дня смерти Сталина, а мы вот так вот сразу раз и взялись за клоуна. Ну что ж, клоуна-то клоуна. Мы же вернемся. День рождения Жванецкого. Масса людей. Доктор Сюз. Ой, Сюз, это такая американская история. Так вот, клоуна. Как называется мужчина, который хочет, но не может? Импотент. Это такой женский анекдот. А как называется мужчина, который может, но не хочет? Да сволочь он, сволочь. Это такой классический женский анекдот. В этой связи как называется мужчина, который может, хочет, но не дает никакого повода женщине подумать о том, что он действительно ее хочет. Может быть, если нет повода, надо придумать. Может быть, надо сказать, что он хотел. И здесь вопрос из моральной или нравственной плоскости переходит в область юридического. В этой связи, как называется мужчина, который может... Что-то у нас со звуком, мне кажется... Можно продолжать. Сейчас она правильно? Да-да. Так вот, возвращаясь к тому, о чем я говорил. Одна сторона этого вопроса крайне важная. Моральная или этическая? Как относиться к сексуал-харасменту? Как относиться к домогательствам? То есть, это суровая реальность и прошлого, и настоящего. То, что женщины были со стороны мужчин угнетены, в том числе и в сексуальном плане. Но новая реальность сегодняшнего дня заключается в том, что мужчин обвиняют в том, чего, может быть, они и не делали. И тут уже вопрос из области моральной или этической переходит в юридическую, когда людей садят по обвинениям, которые абсолютно никак не могут быть доказаны. И на мой взгляд, на мой взгляд, это, безусловно, нарушение закона. Потому что бремя, доказательств лежит на том, кто обвиняет. И возникает такой вопрос. Если эти женщины обвиняют мужчин в попытках изнасилования, в попытках сексуального харассмента, но не могут доказать фактор вот этих вот обвинений, не должны ли они отвечать в этом случае по юридическим законам перед тем человеком, которого они таким образом оскорбили, чью репутацию они попытались растоптать, ущерб карьере которого они нанесли. Об этом почему-то я вообще не слышу ни слова. Я думаю, что это очень важно, то, что ты говоришь. Надо поговорить о последствиях. Что теперь будет? Что должен сделать губернатор? Что можно сделать с этими людьми, которые его обвиняют? Мы уже не говорим даже о том, что у него проблемы с домами престарелых. За это тоже могут быть какие-то последствия. Но некоторые есть на выборах. Некоторые есть такие общественные. Вот, Дима, продолжай. Да, давай не будем смешивать всю кучу вот этот вот хайп по поводу домов престарелых. Я, например, считаю, что Куома в ситуации с пандемией был одним из лучших губернаторов. Тем более Нью-Йорк – это очень специфичный штаб и город, разумеется. И, на мой взгляд, Куома, я повторю, был лучшим из губернаторов в плане борьбы с пандемией. Поэтому ситуацию с домами престарелых давай немножко оставим на потом, поскольку мы не закончили с темой сексуал-караспен. Так вот, еще раз. Куома, мне кажется, в этой ситуации повел себя в высшей степени порядочно. Почему? Потому что он даже не назначил каких-то прокуроров, которые бы занимались этим делом. Он сказал, пусть этим займутся абсолютно независимые юристы, адвокаты, следователи, кто угодно. Я не буду контролировать вот этого события, я не буду вмешиваться, я не буду оказывать давление. Окей, ребята, дерзайте. Если что-то докажете, я отвечу по закону. Но что будет в ситуации, когда ничего не найдут на полу? Эти женщины извинятся перед ним? Я очень сильно сомневаюсь. Мне кажется, что вот эти все процессы последних времен, помимо самого движения Меддю, они во многом продиктованы политической конкуренцией, политической составляющей, политической подоплекой. Когда выгодно убрать опасного для себя конкурента, вот таким вот очень легким путем обвинения его в сексуальных каких-то домогательствах. И с этой точки зрения, мне кажется, это далеко не новинка. Почему? Потому что та же путинская система правоохранения, не правоохранения, а правоохранения, она во многом использует подобные штампы. Когда человека гораздо проще посадить и замазать его имя в грязи в связи с каким-то сексуальным преступлением. Которое ему вменяем. Пример историка Юрия Дмитриева очень в этом отношении, мне кажется, показательным. Когда человека, раскрывшего преступления сталинских палачей, в частности в Сандермохе, обвиняют в педофилии. Обвиняют абсолютно надуманно, обвиняют абсолютно бездоказательно. Ставят ему в вино то, что он фотографировал свою приемную дочь, но в слегка раздетом виде он это делал для того, чтобы предоставить документы о ее развитии, о состоянии здоровья для опеки, если это понадобится. Только больное воображение может в этих документальных снимках увидеть какой-то эротический подтекст. Тем не менее, историку, раскрывшему преступления сталинского режима, дали вполне реальный срок за педофилию. Мне кажется, что то, что опробовано было в той же самой путинской России, сейчас успехом применяется в Америке. Является ли это каким-то отголоском путинского вмешательства в дела Америки? Возможно. Но это на самом деле не главное. Главное другое. Главное то, что эта методика, она была не только опробована, но она эффективно действует и в аминус. В том числе, для разобщения общества на разные страты. Тут вам белые, тут вам черные, тут вам, условно говоря, евреи, тут вам не евреи, тут вам мужчины, тут женщины, тут вам богатые, тут бедные. То есть нас по-прежнему делят на часть, нас расстаскивают друг от друга. Почему? Потому что разделяй и власть, так проще. Вот мне кажется, что помимо модной тенденции метю, которая во многом действительно оправдана серьезными преступлениями против женщин, мы наблюдаем как раз-таки вот эту вот тенденцию в модном фарватере следования совсем ненужных вещей. Ты знаешь, Дима, это очень интересная мысль, я так думаю, действительно, вот разделяют нас, но с другой стороны, если бы Куома был геем и его обвиняли в сексуальном домогательстве мужчины, то я бы тоже поддержал их права или как бы, ну, это действительно, пол тут не имеет никакого значения. Я согласен с тобой, я согласен. Ни пол, ни возраст, ни какие-то национальные отличия не имеют значения. Значение, на мой взгляд, имеет одно, закон. А вот как вести себя с подчиненными, чтобы они после этого не жаловались о сексуальном домогательстве, это возможно? Конечно, возможно. Здесь речь, у меня взгляд другой. Что нужно сделать, чтобы подчиненные нажаловали сексуальное домогательство, которых не было? Понимаешь? Ведь то, как вести себя с подчиненными, мне кажется, в Америке достаточно декларировано, достаточно проговорено, есть дресс-коды, деловые и так далее и тому подобное. То есть, с этой точки зрения, мне кажется, в Америке мало что можно улучшить. А вот явно незатронутая тема это ответственность тех, кто несправедливо, без доказательств обвиняет, неважно, это босс, это не босс, заслуживает людей в сексуальных домогательствах. А я не знаю, мне кажется, что если мы об этом подумаем секундочку, то мы поймем, что когда люди привлекают к своей сексуальной жизни вообще внимание общественности в любом смысле, это уже как бы показывает, ну это слабо, это неприятно, во-первых. Поэтому это уже само по себе уже является наказанием. А после этого, если ты думаешь, что у тебя будут дополнительные последствия, если выяснится, что это не так, то это еще хуже. Потому что кто об этом решится говорить, потому что страшно, вдруг не сможешь доказать или жюри не подумает. Это очень может быть опасно, я не хочу, что не надо глушить права людей выражать свое мнение. Юра, ты рассуждаешь абсолютно как нормальный человек, но представь себе, что есть люди, которым нравится распахивать не только душу, но еще и, условно говоря, плащик и показывать, что под ним прячется. Понимаешь, к чему я клоню? То есть есть люди с некими отклонениями, для которых демонстрация либо своих интимных частей тела, либо особенностей своей сексуальной жизни, отнюдь не табу, а некое такое развлечение в получении удовольствия. То есть вот эти кредиты явно оставил за грани, а ведь они явно присутствуют в нашей жизни. Миша, рассуди. Аспект. Теперь смотри дальше. Неудобства, неудобства от того, что ты каким-то образом демонстрируешь свою частную и в том числе сексуальную жизнь, вполне могут перекрываться некими бонусами, в том числе материальными. Что я имею в виду? Если, возьмем такой пример, если девушки говорят, обвини Юру Рашкину в сексуальном изнасиловании, и ты получишь миллион долларов. От кого? Изнасилований со стороны Юры не было. Обвинение со стороны девушки было. Кто заплатит миллион долларов за такое обвинение? Я к примеру говорю. Будет ли ей приятно, что будут обсуждать ее сексуальную жизнь? И вот якобы факт изнасилования, конечно, будет неприятно. Но момент славы, миллион долларов, как ты думаешь, перевесят эти все ее соображения? Я думаю, да. Иначе бы она это не согласилась. Теперь подставь вместо Юры Рашкина, например, президента любого, назови, Обаму, Клинтона, Трампа. И там уже, мне кажется, еще не на миллион долларов. Что произошло со Сторми Дэниелс? У нее после этого еще больше легальных проблем и это и стоит. Финансово это и дорогое развлечение оказалось, мне кажется. Так она вошла в историю тоже. Это не для всех, Юра. Вообще, я тебе скажу, что я это начинал эту тему еще когда я в Америку только приехал и стал писать. Я много писал о спорте. Я был один из, ну, один из моих любимых боксеров, это Майк Тайсон. И, честно говоря, я вот тогда убедился, насколько у нас здесь, в Америке, система законов, система наказаний, сексуал харассмента, изнасилования, насколько она эксплуатируется и насколько можно человека просто ее уничтожить. Вспомните дело Майка Тайсона. Я уверен сегодня на тысячу процентов, что никакого, я ухожу в сторону, но это очень важно, изнасилования не было. Не может быть так, мы все взрослые мужики, и мы понимаем эти все ситуации, чтобы девушка, женщина молодая. что мы все взрослые мужики. Если бы мы были женщинами, мы бы это понимали, а мы не мужики. Юра, женщина, я встречался с очень многими в Киеве женщинами, я имею колоссальный опыт. Я понимаю, что такое, чтобы если женщина едет тебе в гости в два часа ночи или в час ночи, она отлично понимает, куда она едет и зачем. То есть, я уверен, на миллион процентов, что просто так пообщаться, мы все были молодые люди, это нам сейчас по 65, мы были молодые. И когда мы встречались с женщинами, то в час-два ночи она не приезжает тебе в гости просто поболтать о философии, об истории, о китайской или японской культуре, это вред силой кобылы. Юра, ты не прав. Вашингтон. Ну, хорошо, я не прав. Бывают такие, которые любят пообщаться ночью о философии. Вот тогда вот с Тайсоном я беру. Юрочка, дело не в том, с какой целью она едет. Дело в том, что у женщины есть право в любой момент сказать нет. В два часа ночи, в три, в пять часов. Это разные вещи. Это отношения не имеют. Я к чему веду, Дима, я к чему веду, я беру с Тайсоном. Дальше я дам еще другое прим. Я беру с Тайсоном. К нему пришла молодая девушка, женщина в два часа ночи. Она вышла потом от него веселая и после якобы изнасилования она пошла вниз в танцевальный зал и танцевала там весело, пила, гуляла до утра. Я читал много историй, но когда девушка после изнасилования идет весело танцевать, это такое же насилие. Знаете, ребята, когда-то я приехал в Америку и я прочел один материал судебный. Он меня очень поразил в 90-91 год. Какое было дело? Девушка рассказывает в суде. Она была с парнем в машине. Она его ласкала, она его раздевала, она его брала за гениталии, она его возбуждала, она сама разделась, а потом сказала, ты знаешь что, держа его за один предмет, а в меня не входи. Ну, понимаете, молодые люди, и парень случайно это сделал. В итоге, после этого свидания, она подала в суд и сказала, что он меня изнасиловал. Понимаете, реальное дело. Я когда такое прочитал в 90-м году, молодой, свежий эмигрант, у меня мозги стали закипать, понимаете? А после этого я учился в колледже и взял предмет феминизм. И вот там я, конечно, сильно опешил. Когда я был один мужчина среди женщин, мне нужно было взять там кредиты. Один и феминистский. И я спрашивал, вы зашли в кабинет, я могу вам помочь снять пальто? На меня были такие глаза. Ты что? А что такое? Что я сделал? Ты же оскорбил нас. Что я сделал такого? Ты посмел предложить снять пальто. Это как харашминг. Я подумал, что я сошел с ума, понимаете? Я хочу женщине. А если я бы место уступил, она говорит, да вы что? Миша, Майкл, как место уступить? Я женщина. Это так смешно, потому что я представляю людей, которые в этой феминистской группе, это люди, у которых вот это чувство вот просто вот очень сильно. И вот такому человеку предложить снять пальто, это просто плюнуть в лицо. Но вот так это вот особая группа людей. Конечно, я понимаю, как меняется система ценностей. Заходит женщина в метро, мы всегда знаем и песни поем, и стихи, встать перед женщиной, ее уважить. А здесь, у меня такие случаи были. Ты встал, а тебе говорят, ты что, идиот? Ты меня оскорбил. Конечно, начинает, это только начало всего, понимаете? А потом начинается это вот движение, когда, я уже потом говорил, о том, что нормальная реакция нормального человека на изнасилование, и мои статьи на эту тему, и защита прав женщин, и дискриминация, и вдруг тебе предлагают потом, тебя хватает за один палец, и уже предлагают тебе другое. Мужчина, это уже феминизация, мужчина, не смей, ни место уступать, ни пальто предложить, снять, ни слова не скажи, ты сказал это слово, мне одна сказала женщина, зачем вы мне посмели сделать комплимент? Я говорю, а что такого? Вы интересная женщина. Зачем вы сделали мне комплимент? Вы меня харашмаете. Как? Вы на мои внешние внимание обратили? Я говорю, а что тут такого? Это что, оскорбление? Да, меня оскорбляет ваше внимание к моей внешности. А скажи, что ты страшная, как война. Тоже оскорбляет. Это чистая глупость. Юра, а в отношении политики? Давайте-ка, будем серьезные. Отлично можно здесь понять. Кома, Кома, кандидат на четвертый срок. В истории нашего штата редкий, это был, редкий был случай, уже не в нем, это был последний раз, кажется, срок шел, я не помню точно. Отец Кома тоже был три срока. Когда он хотел пойти на четвертый, он проиграл Патаки. Сам Патаки, вы знаете, это был губернатор Нью-Йорка, тоже был три срока, на четвертый не пошел. У нас как бы еще такое табу, ага, четвертый срок идти не надо. Кома Эндрю, наш губернатор, считается и считался совсем недавно самый реальный кандидат на пост американского президента. Полагали, что если бы не Байден, а Кома, он бы размазал бы Трампа, принимая внимание о его успехе и вообще его харизматику. Сегодня найти харизматическую политику очень сложно. Обе партии не могут такого найти. Появился Трамп у республиканцев, такая негативная, я считаю, харизматика. У нас был Кома. Вы посмотрите, выборы прошлого года, масса кандидатов от Демпартии, а реального кандидата нет. Молодые, пожилые, средние. Один Байден, опытный, но уже не молодой человек. И только на него делались ставки. Найти такую фигуру, как Кома, это было очень и очень непросто. Ее нашли. И вдруг, я замечаю вот сейчас, понимаете, как бы совпадает. На него начинают оказывать давление, я считаю, вздорное, и мы об этом поговорим, вздорное давление в отношении Нью-Остин Хоум. Масса людей, которые, я считаю, просто обязаны были бы понимать ситуацию, но по своей глупости, по своей тупости ее не понимают, по своей неинформированности. Понимаете, хватаются за газетные заголовки и несут вздор. Что в Фейсбуке, что вот на экране телевизоров. Очевидный сумеречный бред, не понимая то, о чем они вообще говорят, но люди хотят говорить, быть на виду. Это часто, это чистое... Почему? Нэнси Пелоси и Хиллари Клинтон опытные политики. Они отлично понимали, что их слово сейчас будет иметь вес. Для чего? Заявляет Пелоси. А я априори верю этим же девушкам. Хиллари заявляет, а я верю, сколько грязи было вылета на Хиллари Клинтон, сколько небылиц. Уж надо было понимать, что нельзя так заявлять. Я верю, потому что я верю. Не доказать ничего, нет, но они так заявляют, и они уже отдают сигнал к обществу. Ребята, он нехороший человек. У тебя очень мощные примеры. То у тебя Хиллари Клинтон с Биллом Клинтоном, то Майк Тайсон, у которого тоже репутация, будь здоров. Я не знаю, что это вот такие идеалы, чистоты. Дело не в репутации. Дело в реальности. Какой бы ни была репутация, мы не имеем права. То же самое, что было с Флойдом. Что говорили нам с вами наши оппоненты субликанцы? Да он же уголовник. Да его надо было мочить. На кого вы защищаете? Эту морду черную. Понимаешь, в последствии, я бы говорю одно, что сейчас, ты меня сбил в смысле, сейчас очевидная политика, когда начали давить на Кома этими проблемами с него с Винхом, появляются три девицы. Как они появились? Почему именно сейчас, когда у него проблемы? Они вдруг вспомнили. Одна вспомнила про поцелуй, другая, почему сейчас? Это очевидно для человека, даже не подобеденного. Это не случайно. Это не дисквалифицирует? Что именно? То, что они сейчас появились, это их не дисквалифицирует? Нет, это вызывает вопросы, почему именно такие случайности не бывают просто так. Появляется все, когда это нужно. Причем Кома ведет себя вполне достойно, в отличие от того же Трампа. Причем, то, что основания для обвинения Трампа были. Трамп лично заявил на пленку журналисту Бушу, что он предпочитает лезть девушкам, женщинам под юбки, предпочитает их брать силой. Он имеет право, потому что он сильный и богатый. Я имею право взять женщину и с ней переспать силой. И Америка избирает такого человека. И мы четыре года живем с персоной, которая вытирает о женщин ноги, называя их собаками. А Кома, несчастный Кома, бедный, сказал, имели неправо мужчинам в 60 лет иметь дейт с девушкой. И после этого хлябень небесная развернулись и влезает Филори, влезает Пелоси и заявляет, что он человек, ты жила столько, ну, времени, условно, по такому президенту. Ребята, это вас не коробило, а мы, демократы, сейчас занимаемся самоедством. Понимаете, республиканцы забили на все это. Но подумаешь, Трамп сказал, что он может любую насиловать и лезть под юбку. Ерунда. Акуома, интеллигент, позволил себе сказать, что он хотел, может быть, это она так подумала, с ней пройтись под ручку. Бог мой, какой ужас, понимаете, что он посмел сказать такую фразу, сделать флирт. А почему вообще человек не имеет права флиртовать? Это что, стало незаконно? Почему я не имею права, если бы я был бы не женат на работе, ни с кем-то не познакомился. Почему я не имею права? Это что, нарушение каких-то норм, этики? Мужчина предлагает девушке, пойти на дейт. Что в этом страшного? Если она думает, что я хочу с ней переспать, это ее проблемы, ребята. Я это ей не говорил. Я это подразумевал, я нормальный, и холм, нормальные люди, которые живут в нормальном мире, пока еще в нормальном. А будет, Юра, другое, что молодые люди, все служащие люди его, правильно? Молодые люди сегодня начинают думать, почему у нас сегодня такой спрос и в Америке, и в Японии на кукол? Почему мужчины отказываются иметь дело с женщинами, предпочитая куклу, предпочитая робота, видеосекс? Вот наши перспективы, о чем пишут наши ученые. Вот почему так популярны российские женщины, вот почему так популярны жены из России. Они будут согласны, и они могут быть тоже российскими. с другой стороны. Лучше кукла, Юра, лучше резиновая кукла, она никогда тебе не скажет нет, и на тебя не подаст полицию. Лучше с ней, лучше с роботом, с девушкой. Не нужны эти связи, они опасны. Если ты еще человек богатый, известный, ты вообще опасен. Кто ее знает, где у нее камера стоит? Камера? Кому она передаст гейцу? Это очень серьезный вопрос, это не смешно. К сожалению, в нашем сегодняшнем обществе движение метуперей, переходит Рубикон, они добьются до того, что просто нормальные отношения, и часто, даже я знаю, молодые ребята говорят, это как говорить, что из-за суровых женщин мужчины стали геями. А это так не происходит. Ну, Юра, это смешно, но кое-кто, возможно, есть и такие вот исследования. Да, некоторые мужчины считают себя, им неуютно, они не хотят. Ты богатый, ты имеешь положение, ты добился чего-то в обществе, ты начинаешь с кем-то встречаться, тебя готовы раздеть, тебя требуют денег, тебя готовы шальмовать, так нельзя. Мы не можем допускать, Поэтому подписывают договоры, прибрачные договоры. Поэтому скоро надо будет брать людей на работу, чтобы она подписала договор, если хозяин сказал вот это, вот это, вот это, ты не считаешь, что это харассмент. Ну, так получается. И любое живое общение умирает. Это же, это дикость, потому что нам ставят в вину обычный флирт. Ты, мужчина, не имеешь права флиртовать. Твое слово может быть против тебя, приглашаешь в гости харассмент, приглашаешь отдохнуть куда-то секретаршей, харассмент, все харассмент, потому что очень легко на этом деле сделать деньги. Обычный гражданский процесс. Ты что-то сказал, а тебя раз и в суд, а там присяжные. Почему ты никогда не заработал? Ты же умный человек. Почему ты никогда не обвинил никого ни в ком в сексуальном харассменте? Это такой хороший способ заработать. Дима, тебе слово. Умный, но не подлец, понимаешь? Миша, во-первых, спасибо, что ты никогда не обвинял меня в сексуальном харассменте, когда мы вместе вели передачу. А ты меня? Что с меня, с бедного иммигранта взять? Ребята, чувство благодарности. Вот я благодарен тем же геям, о которых упомянул Юра, потому что они естественным образом снижают конкуренцию среди настоящих натуралов, среди нас. Чувство благодарности. Чувство благодарности к женщинам, благодаря их замечательной внешности, благодаря их декольте, благодаря их разрезам, благодаря их ухоженности. Мы имеем возможность любоваться ими. Если им это не нравится, это их право. И одеваться так, чтобы мы любовались, и не обращать внимания на наше любование. Давайте не будем забывать о том, что наша передача выходит в канун Международного женского дня. И я хочу поздравить всех женщин, молодых, немолодых, красивых, не очень красивых, стройненьких, худеньких, полненьких, всем. Всех хочу поздравить с этим замечательным праздником. Наших мам, наших дочерей, наших бабушек, у кого, кто жив, у кого, кто есть рядом из любимых, всем счастья, здоровья, мужского или женского внимания, в зависимости от того, кому чем нравится, или отсутствия внимания, если кому-то это не нравится. Всех с праздником. А мы, наверное, перейдем к другой теме. Нет? Тема амонтажа, только госпитал. Я хочу, Юра, здесь добавить, то, что я сказал, обнив некоторых людей. Во-первых, я хочу сказать, что материал на это многие из нас не знают, а уж те, кто наезжает на КОМ, что в марте прошлого года администрация Трампа издала специальное распоряжение, по которому, если вы знаете или не знаете, госпитальные инфекции убивают в год порядка 100 тысяч американцев. Находиться в американской больнице, как в американской, да и в российской, и в китайской, и по-французской всегда опасно. Это проблема века. Госпитальные инфекции и те, которые сопротивляются инфекции антибиотикам. Умирает масса людей. Находиться в больницах опасно. Так вот, в марте прошлого года Трамп издал через администрацию медикера и медикейта такую директиву с тем, чтобы госпитали могли бы вообще, учитывая проблему с ковид, свернуть всю борьбу с инфекциями внутри больницы. Свернуть. Ни каких отчетов, ни инспекции делать не надо. Все на борьбу с ковидом. Представьте себе, что люди, которые попадали в больницы, старики из Нью-Арсенхоум, в этих госпиталях и там лечились. Их оставлять там было просто нельзя. Есть такая еще и в госпитальных политиках, госпитальная. Попал человек, вылечился, его нужно выписывать. Сегодня человек молодой, у него есть там семья, это одно дело. Пожилые люди должны были после выписки, а тогда считалось, что человек, переболевший ковид, он уже безопасен, у него антитела. Домой его было выписывать нельзя, потому что нужен специальный уход. Его не хотели брать домой родственники, все это понятно, что он делал в Нью-Арсенхоуме. И поэтому людей выписывали либо в Нью-Арсенхоум, либо в другие учреждения такого ухода за людьми пожилыми. Есть и другие подобные учреждения. То есть, он совершал благое дело, причем он его совершал на основании вердиктов врачей, на основании госпитальной практики. Он не мог их в другое место отправить. Тот белый пароход, военный, который подошел к Нью-Йорку, там были условия. Этот пароход, санитарный, военный, не принимал ковидных больных, не принимал. Там были условия. Он должен был принимать обычных людей с обычными болезнями. А туда люди не шли, потому что они боялись там заразиться, поэтому он уехал. Были условия этой больницы. Нью-Йоркские госпиталии были переполнены. И была такая директива, опять другая, Трампа, она была в мае отменена с тем, чтобы людей выписывать и места освобождать для новых больных. Нью-Йорк задыхался от нехватки мест. Мы знаем, мы жили и видели, и знали. И наши друзья там работали. Мой там товарищ умер, врач, который там работал, Саша Бас. Мы были как бы приятели, не друзья. Мы учились вместе в Хантер Колледжи. Умер, спасая других людей. Мне это рассказывали. Мы близкие люди, которые работали в госпиталях, что там творилось. Они были забиты под завязку. Как сегодня можно обвинять Хоума? За что? Хоума сделал правильные вещи. Он людей переводил, которые он не мог по-другому. При этом не было тогда еще известно, когда он людей переводил, не было известно, что главная угроза была нет переболевших стариков. Они уже имели антитела. А сотрудников этих Нью-Йорк их не проверяли. И родственники, которые приходили навещать стариков, потом им запретили это делать. Понимаете? Когда в больницах была полностью свернута эта работа, я в своем материале пишу о двух больницах. Были исследования на эту тему. Два-две больницы в Нью-Йорке и в Сент-Луисе, когда свернули всю работу по борьбе с инфекциями, инфекции в этих больницах выросли в пять раз. Как можно было оставить пожилых людей в больнице, чтобы они заразились и умерли? Причем тогда многие врачи говорили, мы не знаем, от чего умирают ковидные. Или от ковида, или от инфекции. Потому что очень было сложно вообще бороться, потому как людей клали на живот. Они были под трубками. Очень было сложно сделать катетеризацию. Вообще, люди, которые не занимаются проблемой, я вот читаю в Фейсбуке, слушаю по ТВ, слушаю наших политиков, несут чистый вздор, понимаете, какую-то туфту. Я просто уверен, что многие из них либо не понимают, о чем они болтают, либо это делается специально, с тем, чтобы нанести удар по репутации Куома, который сделал все правильно в тех условиях. Причем у нас на смерти в Университете Куома, по всей Америке, находится от 40 до 3 процентов. Сначала была цифра в 40, теперь в треть. Огромный человек умирает в разных больницах страны. Что хотел сделать Рамс Куома? Он специально выбрал именно Нью-Йорк, Нью-Йоркскую систему, Нью-Йорк Синхоума, только Нью-Йоркскую. И хотел сделать проверки именно в этой системе, чтобы сделать упрек, что Куома был неправ. Но Куома поступал верно. То, что он вел, там была двойная статистика, а такая она была. Люди, которые умирали в Нью-Йорк Синхоумах, их записывали в один реестр. Кто умирал в больницах, другой. В этом нет никакого криминала. Это честная статическая проблема. Сегодня его обвиняют в том, что он не дал точные цифры. А если бы он дал, у нас было бы не 8, как было написано в его отчетах, а 12, что? Людей бы не клали в Нью-Йорк Синхоум, или, может быть, наши бы дети бы забирали бы стариков себе домой. Этого никогда бы не было. Понимаете? Да и забрали бы. А смысл? Потому что для переболевшего старика нужен уход в профессиональный именно такой лечебнице. Там не было иного выхода. Его не в чем обвинять. А то, что его обвиняют это чисто голословное обвинение. Люди не понимали, о чем идет речь. Нельзя было пожилых людей как бы скорее. Полежал две недели, у тебя уже тест отрицательный, есть антитела, все. Ты уходишь. Нельзя было их там держать. Это было опасно, потому что, я повторяю, была полностью свернута работа с убийцами, американцами, госпитальными, очень серьезная проблема. До ковид это была самая убойная проблема американской системы медицины. Госпитальная инфекция и смерть пациентов. Поэтому его не в чем обвинять. Он сделал все правильно. За что его обвинять? И только негодяи могут его обвинять. Я знаю, только негодяи. Для меня это негодяи и подонки. Кто его обвиняет? Это мое личное их оскорбление. Да, я оскорбляю этих людей. Вы негодяи и мерзавцы. У меня все. Окей. Я тогда просто добавлю тут, во-первых, перед тем, как я переброшу это Диме, что достаточно интересно, что губернатора обвиняют с двух сторон. Его обвиняют одновременно за сексуальное домогательство и за то, что он, простите, занизил количество смертей в домах престарелых. И интересно, что люди, которых волнуют, как правило, людей волнует либо одно, либо другое. Но в данной ситуации это вот цифры, которые мы можем оспаривать, есть ли доказательства или нет доказательства этих женщин, есть ли им нужно верить, не нужно верить. Тут еще вопрос этики, ценности и морали, так же, как и фактов и доказательств. Но в данной ситуации ситуация достаточно прямолинейная. Вот цифры. Он занизил цифры. Можно бы, скажем, признать, сказать, что это было сделано в таких-то целях и все. Или за этим последуют какие-то криминальные последствия, потому что об этом пока разговора нет. И тут было бы, кстати, интересно, если бы у нас на программе был адвокат или юрист. Тут нам, кстати, добавлю тогда в этот момент, что нам пишут, нам пишут комментарии. Ирина Кружалова пишет, неужели нет юристов, которых можно пригласить на междусобойчик на троих? Верните нам презумпцию невиновности, отмените денежные вознаграждения дамам, возбуждающие такие дела, дела исчезнут. Не разваливайте демократическую партию. Понятно, что на служебном месте шашни начальника с подчиненными не приветствуются, но не доводите идиотизм до абсурда. Где эта линия, Ирина? Я не знаю. Лариса Тарантур пишет, только не надо пожалуйста защищать ну видимо Куома, только потому что он демократ. Если он виноват, пусть несет за это ответственность. При своей должности он должен вести себя морально устойчиво. И отвечая уже, при чем тут партии, ключевое слово «Если». Было бы хорошо, если в этом обсуждении участвовала и женщина пишет Вилен Меликжанян. Я абсолютно согласен. Не всегда так, как ты почти, что я бы сказал неудобно, когда мы начинаем обсуждать тех, кто с нами не присутствует, но мог бы. Поэтому я не знаю. Насчет престарелых Дима, что ты думаешь по этому поводу? Насчет престарелых я думаю, что мне еще в эту категорию рано. Но если говорить серьезно, мне кажется, подход здесь должен быть один, вне зависимости от того, обвиняют ли в комах каких-то нарушениях законодательства с приписками или с увеличенным количеством смертей этих самых пожилых людей, либо обвиняют его в сексуальных демократиях. Так вот, подход действительно должен быть один, вне зависимости от того, губернатор это, медиамагнат ли это, президент ли это. Подход должен строиться исключительно на законе. Если некто обвиняет человека в чем-либо, этот человек должен предоставить неоспоримые доказательства, либо такие доказательства должно предоставить следствие по этому конкретному вопросу. Опять же, не важно, что это, попытка изнасилования, попытка сексуального характера, попытка коррупционных каких-либо действий, либо зарабатывания политических очков на сокрытие некой и важной информации. В любом случае должны быть явные, неоспоримые законом доказательства вины этого человека. И уже в дальнейшем поступать с этим человеком в соответствии с положениями закона по каким-то статьям, которым он виновен. И я вернусь к тому, что у этого обращения к закону должна быть обязательно обратная сторона. Ежели человек или организация, или группа людей, обвиняющая политика, бизнесмена, руководителя некой организации в сексуальном домогательстве, в коррупции, в хищении, бог ввечем еще, не доказали такую вину, они должны понести ответственность тоже строго по закону. На сегодняшний день я не вижу никаких доказательств вины Коума как в случае с сексуальным харазком, так и в случае с повышенной якобы смертностью среди пожилых сеньоров в этих самых домах предстояло. Друзья, но мне все-таки кажется, что особенно потому, что мы говорим по-русски, надо как-то разобраться в разнице между последствиями, которые могут здесь быть, потому что если ему не грозит тюрьма, и насколько я понимаю, это не вопрос, то вопрос в том, нужно ли ему оставаться в позиции избранной или уходить. В прошлом иногда, когда всплывали такие моменты, вот набрасывались с копьями на Мамонта, то тогда иногда такие ситуации заканчивались тем, что люди уходили. Но это не обязательно так, и он может продолжать находиться, быть губернатором и переизбираться. Возможно, он будет в более ослабленной позиции после таких выборов, но он не обязан тут ничего делать. Вопрос только о том, что как бы было бы хорошим тоном или как-то как себя приличные люди ведут. Такого типа вопросов. Давай сравним. Юра, давай тогда сейчас сравним. Вот у нас есть два случая. Мы знаем, вот он губернатор и случай с девушками, которые сказали, сказал, не сказал. Есть у нас случай, начнем с сенатора Линдси Грэм. Линдси Грэм в ходе кампании после окончания выборов, когда были суды, трамповские суды и все, Линдси позвонил секретарю штата Джорджия и сказал, давай сделаем так, что победил Трамп. Линдси совершил, я читаю, уголовное преступление. Уголовное. Он пытался оказать давление, незаконное давление на секретаря штата Джорджия. Сегодня Линдси Грэм спокойно находится в Сенате и почему-то никто не призывает человека, который нарушил закон, чтобы он ушел в отставку. Президент Трамп, который сегодня собирается баллотироваться, так он разумывает, на еще один спустя 4 года срок, мы знаем, лично позвонил, есть инограмма, мы все ее видели, как он оказывал давление на, опять-таки, секретаря штата Джорджия, требуя найти ему недостающие голоса. Простое уголовное дело, но мы видим, что так делать нельзя, даже если Трамп и Грэм не будут сидеть, они скорее всего сидеть не будут, наверное, то этика, как ты сейчас говоришь, сравнивать дела Хома, поцеловал девушку или нет, и уйти в отставку, или совершить уголовное деяние, пытаясь сорвать американский процесс избирательный, оказать давление на лидеров штата, пересмотреть волю миллионов американцев, сделать госпереворот, к этому стремиться, и Грэм призывал к этому перевороту, перепиши голоса, и эти люди даже и не думают уйти в отставку или извиниться. Как мы ставим на чашу весов, вот эти деяния этих людей и деяния КОМО, почему КОМО должен куда-то уйти. У результата другие правила. У нас одна сторона, у нас одна сторона, правила, это одна сторона, когда у нас все люди неэтичные, они все хорошо понимают. Когда уничтожали сенатора Фрэнкина, отличный сенатор, да, он сам бывший комедиан, да, что он сделал, и что он сделал, он просто, там было два случая, руками, вот тут женская грудь, он вот так вот сделал, а один раз сзади, пальчиком до плеча дотронулся, и на основании вот этих вот дел сенатор Франкен, повторяю, сделал такое движение возле груди и дотронулся, ушел в отставку, а Линдси Грэм, который пытался совершить госпереворот, настаивал, чтобы в Джорджии нашли голоса для Трампа, это чистейшее уголовное дело, он себе беспокойно сидит, никуда он не увольняется, то есть один пальчиком и ушел в отставку, а другой попытался сделать госпереворот и себе нормально себя чувствует, то есть мы себя сами съедаем, у нас есть отличный губернатор, человек харизматик, опытный, умный, и мы за то, что он предложил женщине дейт, должен уйти в отставку, а настоящие преступники нас наверху, они себе спокойно себя чувствуют, никуда они не уходят, им на все плевать они хотели, то есть мы сами себя уничтожаем, эти люди останутся, а мы уничтожим тех в рядах нашей партии, которые имели бы шанс сделать какое-то сопротивление тем силам, которые пытаются поставить своих людей, то есть уничтожают нас, это непонятно, убивать Куома, условно, это уничтожать будущее нашей партии, у вас есть, когда пишут, у нас есть много людей в нашем штате, Юра, а ты знаешь, что главные критики Куома, это наш генеральный прокурор, она собирается баллотироваться, миссис Джеймс, через два года на пост губернатора, Билл Деблазио, которого я поддерживал, а теперь не очень-то подидаю, дворусечную позицию, заявляет, плохой Куома, а я буду хороший губернатор, то есть вся эта публика, которая ждет, чтобы ушел Куома, им не нравится, что он сидит три срока, они стараются его поджать, понимаешь, им помогает и Хидр, и помогает Пелоси, они хотят избавиться от этого человека, и в ход идут любые средства, не нужно поедать самих себя, нужно просто сравнить, кто это делает с другой стороны. Я хочу поддержать Юру, я хочу поддержать Юру, он поднял на самом деле очень важный вопрос насчет этической ответственности, насчет моральной ответственности, не должен ли кто-то уйти из поста исключительно из моральных соображений, даже если юридических никаких последствий для него не будет. И здесь, на самом деле, мне кажется, очень важный момент заключается в том, что мы не должны равняться на худших, мы должны быть примерами лучшего. и вот с этой точки зрения Миша отчасти говорит в пандан Юре, когда говорит о том, что сенатор ушел из-за того, что он сделал некие движения, даже не прикоснувшись к ним. Это пример? Скорее всего, да. Должен ли кому-то последовать ему? На мой взгляд, неоднозначно. Если человек не чувствует себя виновным в том, что ему инкриминируют, если нет никаких доказательств его вины, и даже с эмоциональной, с моральной точки зрения, он абсолютно не должен следовать неким шаблотам. Хотя, понятное дело, что республиканцам очень хотелось бы, чтобы мы были такими цивилизованными людьми, подставляющими то правую, то левую щеку, а они нас с удовольствием хлистали по мордастам за то, чтобы мы такие миролюбивые и даем себя дать. То есть, это некие весы, некие такие палка о двух концах, когда и так плохо, и так плохо, а как лучше поступить? Вот то, самое, о чем Юра говорил, а какие правила должны быть прописаны, чтобы человека не могли обвинить в харассменте, для того, чтобы не могли потом его, вот этот харассмент или даже то, что называется методом вонючей середки, использовать против него, в том числе и на выборах. Сложный вопрос. Мне кажется, на самом деле, вот такое совпадение по времени обвинений и ситуации с этими стариками в домах престарелых и с сексуальным харассментом, это все не случайно. Идет борьба, борьба, как мы с вами уже могли убедиться, достаточно серьезная вплоть до попытки госпереволюта. И понятно, что противники, по крайней мере, с республиканской стороны будут использовать все средства без оглядки на моральные или этические их аспекты. Вот мы с вами не поговорили еще об одном таком важном моменте, когда мы говорим о том, что вот, женщина играет мужчин, и хорошо бы, кстати, Юра прав заслушать мнение женской части, в том числе и на нашей передаче, почему нет. Но мы почему-то абсолютно не затронули тот аспект, что женщин просто-напросто могут использовать хоть в темную, хоть в белую, для того, чтобы лишить человека репутации, для того, чтобы поломать чью-то карьеру, для того, чтобы поломать чей-то бизнес, и в конце концов, для того, чтобы попользоваться этой ситуацией для личных корыстных целей тех, кто использует женщин. подложить условно говоря женщину нетяжелого поведения кому-то в постель, а потом шантажировать или просто-напросто даже не шантажировать, а испортить его репутацию, деловую карьеру, бизнес, политическую, возможность куда-то баллотироваться или даже сохранять то самое место, вы думаете, этого всего в американской жизни нет? Вот только сами женщины говорят о том, что к ним то ли хотели, то ли проверяли какие-то сексуальные намерения, но вы думаете, за этим не стоят те, кто с удовольствием воспользовался так называемой сладкой приманкой, медовой приманкой? Я думаю, это тоже важный аспект. Юра? Я думаю, что вот тут мы заходим в такой бесконечной спираль, когда можно вот эту тему обсуждать уже бесконечно. Тогда можно переходить к другой теме. Да, давайте глянем на другую тему. у нас все-таки почти 2 триллиона долларов теперь должны быть как бы в экономике поприсутствовать. И совсем другой подход, чем то, что мы видели при республиканцах, это то, что я люблю говорить о том, что очень важно, кто решает проблему. Если республиканцы решают, то они будут налоги резать. Почему? В чем проблема? Режем налоги. А почему? Режем налоги. Хорошо. А демократы у них вот разные другие подходы. И сейчас демократы решили, что то, о чем мы так долго говорили, оказывается, может быть, надо попробовать. Идея такая, что если у людей не слишком много денег и им дать дополнительные деньги, то они эти дополнительные деньги, в отличие от богатеньких людей, которые скажут, ну, замечательно, я еще вложу или сберегу, люди, у которых не так много денег, они это сразу вложат в экономику. И они потратят эти деньги. А мы знаем, что когда деньги вступают в экономику, они умножаются и так далее. И все замечательно идет. Так почему бы не попробовать то, о чем мы говорили? И мы теперь будем, решили, что оказывается, можно и без республиканцев можно все это протаранить, потому что Обама пытался республиканцев уговорить. Ну, не уговариваются люди, они хотят, в принципе, быть обструкционистами. Им это нравится. Они решили, что это их лучшая стратегия. Вот я рад, что демократы решили попробовать другой момент, другой вариант и сказать, а вот мы вместо этого возьмем и просто проведем всю эту реформу без вас. Большое спасибо. И мы напомним вашим избирателям об этом на следующих выборах. Приятного, хорошего уикенда. Ваше мнение о том, как может повлиять такой процесс и этот проект и на будущее законы, потому что говорят о реформе иммиграции, которая тоже может пройти вот таким однопартийным, но достаточно эффективным способом и вообще, что, как этот пакет помощи может помочь Америке. Дима, Миша, мне все равно. Давайте я начну, если можно. Буквально 15-20 минут до начала нашей передачи меня приятель из Литвы спросил, ну, в связи с принятием вот этого закона о гигантском таком транше, о гигантской помощи Америке, американцу, он спросил, а не разгонит ли это инфляцию в самой Америке. Ну, то есть, это же практически напечатанные выброшенные деньги, которые каждый может использовать, я имею в виду, каждый американец может использовать по собственному усмотрению, не оговорено, только на продукты питания или только на оплату своего жилья. То есть, вот тебе 1400 долларов на человека плюс энная сумма на детей, трать, как ты считаешь нужным. Я считаю, что деньги это кровь экономики и такое вливание, особенно в условиях пандемии, оно, безусловно, экономику несколько оживит. Но на самом деле, ведь это не самая большая доля из того экономического пакета, который принят и в ближайшее время поступит президенту на подпись. Там гигантское количество денег заложено на поддержку университетов и школ. Надо ли это? На мой взгляд, однозначно надо. Игорь Азенберг достаточно подробно на эту тему высказался и, на мой взгляд, тема закрыта. Это надо. Надо ли вкладывать деньги в инфраструктуру Америки? Мы с вами живем в Америке и знаем, что зачастую инфраструктура Америки не отвечает современным требованиям. Дороги, мосты, тут можно долго говорить, но такое массированное влияние, вливание денег в инфраструктуру, помимо того, что создаст новые рабочие места, безусловно, оживит в целом экономику и улучшит качество жизни в Америке. Что касается пособий для тех же самых американцев, как по безработице, так и вот этих вот единоразовых выплат, у меня отношение двойственное. То есть, с одной стороны, все люди, вне зависимости от их социального и материального статуса, рады халяве, то есть самой знаменитой халяве. Дали 1400 долларов ни за что. Да спасибо как Трампу, который в свое время писал на чеках свое имя, как будто бы он из собственного кармана эти деньги уплачивает, так и администрации Байдена и сенаторам, конгресс-мэрам в целом, которые решили помочь каждому американу. Замечательно. Что касается пособий по безработице, у меня не столь однозначное мнение. Почему? Потому что если у человека нет работы и государство ему помогает, это здорово. Но почему бы государству за те деньги, которые оно дает безработному, не потребует с этого самого безработного сделать хоть что-то на пользу этого государства. У тебя нет работы, если ты без денег, государство тебе дает энную сумму по безработице, плюс сейчас 300 долларов будут выплачивать еженедельно. Пойди сделай что-то на пользу этого государства. Государство, мне кажется, должно не просто давать деньги, но что-то и получает замену. Помимо уплаты налогов и ускорение той самой экономики, куда эти деньги в любом случае вернутся. Возьми метелку, подмети улицу, возьми урну, выкинь это все, условно говоря, в мусорный грузовик. То есть должна быть некая работа проведена человеком. И если он эту работу сделал, пожалуйста, получи это пособие. Пособие. Если же ты не хочешь заниматься, ах, это не моя квалификация, ах, это грязный труд, условно говоря, волонтере где-то в госпиталях, еще что-то, то есть государственный ум, как мне кажется, мог бы придумать, чем занять эти миллионы людей, которым выплачиваются достаточно большие суммы. Если ты не готов это делать, значит, ты не так нуждаешься в этих деньгах. Значит, у тебя есть какой-то источник дохода, благодаря которому ты можешь жить, не вынося мусорные корзины, не подметая улицы, не занимаясь помощью в каких-то бухгалтеритных организациях. То есть вот такая, вот такая абсолютно некапиталистическая манера подхода к использованию трудовых ресурсов, которые, а зачем мне работать, когда мне платят пособие? Да, может быть, я заработал бы больше, может быть, но я бы вкалывал, а так я не вкалываю, получая скромные, но деньги. Я думаю, что есть определенные люди, которые вообще, когда у людей такой подход, наверное, лучше, чтобы они бы не работали, потому что могут повредить другим что-нибудь напортачить. Это очень комплексный подход должен быть, я с тобой согласен. А есть еще и третья... Когда ты такой хэнди-мен, который ты можешь там все собрать, а другой человек не может... Не надо всем заниматься, ведь есть, ты правильно абсолютно заметил, есть и третья сторона в этой медали, когда государство экспериментирует или вводит тот самый безусловный базовый доход. Человек не работает, а получает деньги. Просто потому, что экономики сейчас, его услуги не так нужны. А человек не должен нуждаться настолько, чтобы взял там монтировку, пойти грабить близлежащий магазин или банк, или прохожий. Да, особенно, когда республиканцы так против абортов. Что... Население растет. А, Миша, что ты думаешь по этому поводу? Население, Юра, у нас не растет. Я сказал, у нас население как раз в Америке сегодня самый крупнейший кризис рождаемости за последние полвека. У нас нет прироста населения за счет самих американцев, которые здесь родились. Поэтому, когда люди говорят, что вот некоторые наши люди, американцы, выступают против легальной, нелегальной эмиграции, это опять-таки люди недалекие. Это либо это националисты белые, которые боятся изменения Америки. Они боятся. Потому как, ты сказал правильно, борьба с этим абортов привела к тому, что у нас в 95-м году было на денежном пособии, наши его знают, как Велфорд, около 12-14 миллионов человек. А сегодня у нас, по данным 2016 года, менее 4-х миллионов. Реформа Велфора, которую провели, выдавила этих людей из Велфора. Да, у нас женщины. Это компания против высокой рождаемости, против высокой рождаемости среди афроамериканцев и латинос, лишение их Велфора привело к тому, что да, такие семьи многодетные исчезли, а вместе с этими семьями выдавливанием из Велфора у нас резко сократилось население, потому что белые американцы, их семьи, увы, рожают не так много детей, белые женщины, афроамериканцы и латинос также решили рожать меньше детей. Вот у нас такая проблема. Что касается стимула, то здесь обе партии играют в политику. Обе партии хотели этот билл, то, что сегодня республиканцы заявляют, что они против этого закона. Я вам напомню, что летом прошлого года сначала демократы предложили пакет помощи, стоимость, пакет нынешний, за 3 триллиона долларов. Республиканцы сказали, что они согласны только на 1 триллион. Президент Трамп тогда встал посередине, сказал, а я, может быть, согласен на 2 триллиона долларов. В итоге стороны между собой игрались. Между прочим, республиканцы были не против того, чтобы дать людям эти 1400 баксов, но они считали, что нужно ни в коем случае не допустить финансовой помощи городам, в которых руководят демократы. Это города в Иллиной, в Калифорнии, в Нью-Йорке, в Нью-Джерси, не надо давать. Городам, которые пострадали жестоко от коронавируса, пусть там и дальше будет ухудшение ситуации, возможно, может быть, наши республиканские кандидаты смогут занять эти места мэров, вместо деблазио и прочих либералов. Это было все дело нацеленаправленных, хотя они понимали, что города пострадали очень серьезно, Нью-Йорк пострадал, это были огромные потери денег, закрытые бизнесы, чего хотели республиканцы? Они заявляли очень просто, надо, чтобы деблазио открыл все бизнесы, да похер нам все эти смерти, да ничего страшного, как заявлял вице-губернатор Техаса, я считаю, он сказал, что старики должны умирать и я готов подохнуть, так я скажу, только чтобы наша экономика росла, потеряли бы не как сегодня 500 тысяч, ну миллион-два умерло американцев, то бы росла бы экономика, как себя ведет например губернатор Абот из Техаса, который или десантов из Лариды, они постоянно заявляли, что нам не нужно закрывать бизнесы, а вы вспомните, я только отвлекаюсь, весна, Нью-Йорк на первом месте по числу заражений, смертей, и казалось бы, никто Нью-Йорк не догонит, но, имея опыт Нью-Йорка, штат Техас, штат Флорида, считали, что их это все не возьмет, такие были фантазеры, и вот уже летом Техас и Флорида резко обходят Нью-Йорк, оставляя его позади, у них растет число смертей, число заражений, им повезло, Техасу и Флориде, что за этот период 3-4 месяца, это как взять Великую Чечную войну и битву за Москву, за первые 4 месяца вымотали немцев, потом пошли в контактах, то есть был опыт ведения войны, Нью-Йорк взял на себя этот опыт путем смертей, путем заражений, путем опыта врачей, и поэтому удалось сбить число смертей, понимаете, но и Техас, и Флорида уже смогли как-то на себе этот удар, он был не столь страшен, хотя они резко обошли Нью-Йорк по заражениям, но умирать стало меньше, но я к тому, что все эти вот разговоры, что лучше экономика, чем люди, могла бы стоить Америке колоссальных потерь, это на этом Нью-Йорке не пошли, поэтому удалось путем, да, путем закрытия компаний, да, это сложно, да, это потери бизнеса, да, это потери. Вот именно там и нам говорили, что зависит от того, что у власти, если это Техас и проблемы решают республиканцы, то тогда вернуться на работу, это самая важная задача человечества, а если это Нью-Йорк или Нью-Йорк, это другие подходы, потому что демократы у власти. Ну вот, понимаешь, но вот сейчас, то, что было летом, обе партии, в принципе, решали этот вопрос. Сукламская партия не пока был Трамп у власти, пока был Трамп, они как бы на время перестали говорить о том, что они партия экономии, что они что-то демократы и транжиры, они тратят государственные деньги, а мы республиканцы экономим, мы снижаем налоги. Хотя я вам скажу, что тот же Рейган, который сначала налоги снизил, потом поднимал налоги 12 раз. Буш, старший вы знаете, как было при Буша, младшим, всегда есть, они себя называют партией снижения налогов, но на то же время принимают те или иные решения, которые резко увеличивают расходы. Вот как раз за это их и ругали и Рейгана, за это ругали и Буша старшего, читайте по моим губам, это его фраза, что я не подниму текст, он поднял, Буша младшего, страшно ругали чайники, чайная партия, то, что он сделал Medicare D с помощью демократов, это лекарственная страховка для пожилых людей, с тем, что при Буше была реформа футстэмпов, об этом они не говорят. Но ты понимаешь, что странская партия, это тоже партия разная, есть разные люди, они по-разному ведут свою политику. Поэтому республиканцы, пока был Буш, пока был Трамп, они не заикались о том, что не нужно принимать такой закон, потому что они очень надеялись, что Трамп останется у власти, они примут и пакет, и самое главное, и Трамп сказал, что я буду проводить вторую налоговую реформу, вы понимаете, как интересно, откуда вы деньги? Его первая налоговая реформа, которая стоила 2 триллиона долларов с хвостиком, тогда они не говорили, ни МакКоннелл, ни Грэм, что это такие расходы, такие расходы. 2 триллиона долларов отдали корпорации, причем сами корпорации предупреждали Трампа, нам эта реформа не нужна. Мы сидим на деньгах, мы не будем инвестировать деньги просто так. Трамп посчитал, что он сможет сделать реформу на 2 триллиона, резко ограничив поступление в бюджет, и за счет инвестиций компаний, корпораций, он покроет этот бюджетный дефицит. В итоге Трамп сел в лужу, никаких инвестиций, увеличений у нас не было, компании не пошли на вложение новых средств, они просто скупали свои акции на бирже и повышали дивиденды, понимаешь? Поэтому этот закон, по идее, они хотели обе партии, но сегодня получается как? Сегодня Трамп проиграл, ага, демократы у власти, это они собираются дать людям 1400 баксов, это демократы хотят дать деньги на школы, деньги местным властям, но как же могут республиканцы после этого быть довольны? Они ведь опасаются, что авось в народе, в какой-то части населения, проснется чувство, как говорил Дима, чувство благодарности к демократам, это может быть дать шанс демократам на выборах 2022 года, что люди поймут, что демократы все-таки сделали хорошее дело и некоторая часть трамповского электората проголосует за них. Я так не думаю, что так оно случится, понимаешь? Поэтому то, что республиканцы сегодня выступают против, это чистой воды политика. Они сами хотели этот биль, они хотели его сделать лето. Ты сказал, Юра про Обаму. Обама в свое время сделал ошибку в 2008-2009 году, когда он согласился пойти на как бы на урезание того пакета, который он первоначально задумал. В итоге, как говорят сегодня экономисты, это была ошибка, это замедлило темпы роста американской экономики. Нужно было брать тогда не 700 миллиардов, а может быть на полтора раза больше. Это бы дало бы стимул нашей экономике. Но он этого не сделал. Поэтому Байдена предупреждали, ни в коем случае не иди на уступки, бери эти деньги. Инфляция, сегодня этот вопрос дебатируется, сложно сказать, как это случится во всех, например, в многих изданиях нет однозначного решения, но я вам скажу так, что Федеральный резерв имеет в виду эту проблему, но все-таки они сказали, что инфляции у нас не будет. Все-таки первый пакет, все-таки Обама, когда выводил страну из Великой Рецессии, тоже были взяты большие средства, инфляции у нас не было. Она их к инфляции не привела. Первый пакет помощи тоже, который мы получили, к инфляции, к скачу инфляции не привел. А вот то, что эти деньги нужны для стряцки экономики, это правда. Мы знаем, что последний отчет по рынку труда показал большие цифры. почти 400 тысяч новых рабочих мест. Это было неожиданно. Но Байден предупреждает, ребята, как бы там ни было, нужен пакет стимулов, потому что все это пока неоднозначно. Сегодня рынок дал такие цифры, а завтра может быть и меньше. Мы пока не победили ковид, поэтому этот пакет нужен. А в отношении Димы, мы с ним на разных позициях, в отношении постобия по безработице, где мы такой республиканский подход к отработке пособия, это как раз республиканская позиция в отношении Медикейта и в отношении Фудстемпа, Велфера, нужно отрабатывать. Но здесь, знаете, в чем дело? Многие безработные, это нам так кажется, что вот им дали пособие еще 300 долларов. У людей на самом деле многие работники заняты в таких сферах, что когда они теряют свое рабочее место, им потом это пособие приходится выживать. Нью-Йорк Дан ждал целую серию статей, накрутим в свое время и не так все просто. Эти вот 300 баксов от них люди жаровать не станут. Они очень им помогают, потому как потеря дохода, а многие люди работают на контрактах. Причем я вам говорю так, что ведь там же эти 300 баксов и пособие можно оформлять сегодня людям, которые не имеют на него права в обычное время, я так понимаю. У нас ведь треть американских работающих не имеет права на пособие. У нас есть законы, которые невозможно переписать уже десятилетиями. Люди, которые там работают меньше часов, у них рабочая неделя, или там сумма заработка, они не имеют права подавать на пособие. Или они, как я, фриленсеры, у них нету W2. Они тоже не имеют права, многие категории американских работников не имеют права на пособие. Демократы хотели бы занять, но видимо не в этот раз, нового закона, который бы распространил бы пособие на все категории работающих, а не только на определенные группы. При этом люди, теряющие работу, теряют страховки, теряют, потеряв доходы, им сложно оплачивать моргидж. Многие американцы живут в кредит. У них купленные дома, купленные квартиры, у них дорогие страховые планы. Не все имеют план на рабочем месте, который оплачивает работодатель. А многие нужны планы доплачивать. И вот когда человек теряет работу, он теряет доход. Это пособие, оно не такое большое. Для нас в Нью-Йорке оно не большое, на него особенно не разгонишься. А у тебя остался кредит за взятую машину, а у тебя остался кредит за дом, а у тебя остался кредит за квартиру, у тебя остался кредит за карточку. И все эти 300 баксов, которые им дадут сверх, они пойдут на оплату страховки, которая требует... Ты работы не имеешь, а за страховку мил человек платит. И даже за Маккеровскую надо будет платить. За все нужно платить, понимаете? А многие думают, что человек 300 баксов получил, и их пойдет пропивать. Кто-то пропьет, но большая часть американцев эти деньги потратит как раз на свои необходимые нужды, на покрытие тех долгов, которые у них образовались. Америка живет в долгах. Ребята, если бы мы так бы не жили бы, многие заявляют, зачем брать долги, а не брать кредит, экономика рухнет. А как вы думаете, брать себе квартиры, дома, машины, отдыхать, как, за счет чего? Только за счет этого. А когда такие суровые времена, деньги, которые сидят не идиоты в Конгрессе, они правильно подсчитывают, они же не подарок делают безработным. Там экономисты подсчитывают, как эти деньги компенсируют потери людей, на что они пойдут, понимаете? А то, что людям дают деньги в руки, люди, которые малоимущие, средний класс, они их будут тратить в розсаре, в магазинах. Сейчас отмечено, что когда люди получили эти деньги, и в первый раз, и в второй раз американцы стали покупать товары длительного пользования, холодильник и телевизоры, то есть не просто пойти в розсаре, эти деньги были потрачены на очень важное изделие, которое поначалу, после удара ковид, люди перестали приобретать, это был удар по бизнесу, сегодня эти деньги, которые мы получим, они пойдут у кого-то на погашение долгов, у кого-то на покупку нового телевизора или стиральной машины, это все даст подъем бизнесу, вот и все просто, конечно, это крестьянская модель, есть разные модели экономики, я эту идею поддерживаю, я сторонник крестьянской системы, другие так не считают, у каждого свое мнение на этот счет, я считаю это позитивное решение и слава Богу, что Конгресс, что мы победили в Джорджии, если мы бы не победили бы в Джорджии, американцы, ребята, вам так не нравятся демократы, но вам нравятся деньги, у меня есть мои товарищи, я заявляю, Миша, у нас будет 1300 баксов, мы перейдем в демпартию, да слава Богу, друзья мои, переходите, я рад только, только поняли, если мы бы не победили бы в ноябре, ни этих денег, ничего бы не было, эти деньги очень вам нужны, и дай Бог, вы скажете спасибо моей партии, демократам, что мы проверили этот закон, что мы смогли его добиться, это благое дело, Юра. Мне кажется, очень важный момент противостояния демократов и республиканцев, в том числе в плане принятия вот этого законопроекта, ведь если такими темпами республиканцы будут вставлять палки в администрацию, в работу администрации Байдена, то за эти два года до следующих выборов получится ли у администрации сделать все настолько положительно для Америки, ну, в плане восстановления, прекращения пандемии и восстановления после пандемии, в плане развития и, опять же, восстановления экономики, чтобы через два года избиратели увидели на самом деле разницу между теми четырьмя годами безделия Трампа и теми двумя годами работы администрации Байдена, который республиканцы, это теперь уже понятно, сугубо партийному признаку будут всячески мешать. Но сейчас ты понимаешь, ты вот сказал про инфраструктуру, этот закон, который сейчас был принят, он не касается модернизации, в нем не заложены средства, это будет следующий этап, в этом Билле нет средств, но это будет следующий этап, и Байден надеется, потому что это единственный план в ситуации после этого пакета, который он может провести, не опасаясь перебастера. То есть, план на сегодняшний день этот законопроект был принят пятью десятями против сорока девяти голосов, и это было исключительно партийное голосование. И ситуация, она смешная во многом потому, что сами республиканцы пытались затянуть от принятия этого законопроекта всяческими законотворческими моментами, придирками, но они нарвались на мину, заложенную под демократов. Ведь демократы потребовали, вы хотите слушаний, значит, мы будем слушать до тех пор, пока закон не будет принят. И получилось так, что один человек не выдержал, но есть разные версии, то ли у него там кто-то умер, он уехал на похорону, то ли он просто почти сутки не выдержал сидеть на этих слушаниях, и получилось против сорока девятятых. То есть, не понадобился голос вице-президента. Но ведь это в любом случае было голосование. Там не было не совсем так. Там просто они перевели слушания на ночь. А вообще вот эта проблема, чтобы бесконечно или чтобы обсуждать, это и проблема в том, что сегодня у Байдена осталось только один вариант. Он может принять без филибастера, без 60 голосов именно проект модернизации инфраструктуры. Это если согласятся два консервативных демократа, Синема и Манчин, они согласятся на это. Это единственный вариант, который они могут принять, они могут апеллировать к людям, потому что все другие проекты, сказал Юра про иммиграцию без отменной филибастера, они не пройдут. Сюльканцы уйдут в ту же самую обструкцию, что было при Обаме. Только вот сейчас обсуждается этот вопрос об отмене филибастера. Это обоюдоострый меч, потому как отмена филибастера сегодня у власти демократы, завтра республиканцы, то есть эксперты отмечают, если не будет отмены филибастера, вся программа Байдена будет подчинно под откос. Будет очень, почти невозможно принимать законы. Можно будет действовать указами, как делал Трамп, но только отмена филибастера, потому что очевидно, что филибастеры самые умеренные, филибастеры типа Коринц, Мурковский, Ромни не согласятся поддержать демократов. Не согласятся, понимаешь, поэтому очевидно, что кроме этого пакета и возможно принятие закона о модернизации это еще та же колоссальная средства, 2 триллиона, но только эти два положения одно уже мы приняли. Я надеюсь, что нижняя плата проголосует за поправки и закон больше принять будет невозможно. Никто из суликанцев не примет закон о масштабной иммиграционной реформе, о масштабной реформе здравоохранения. Это невозможно. Это можно сделать только в том случае, если демократы сегодня, завтра, послезавтра, через двух лет отменяют филибастер и смогут принимать законы без необходимости 60 голосов, но это поменяет американскую систему очень серьезно. Это будет рискованно, потому что мы помним свое время, когда республиканцы ставили палки в колеса Обаме по назначению судей, у демократов не осталось ничего, кроме того, как отменить 60 голосов при одобрении судей, не Верховного Суда, а федеральных судей. В итоге тогда МакКоннелл сказал угрожающее Риду, вы это сейчас сделаете, мы пойдем к власти и вам не поздоровится. И в итоге потом так и получилось, мы знаем чем стал Верховный суд, отменили тогда 60 голосов, и они провели обычным большинством трех судей Верховного Суда. Поэтому на сегодняшний день наиболее реальный вариант это переговоры о модернизации инфраструктуры, все остальные реформы, они зависнут, их нельзя будет принять простым голосованием, потому что эти вот 50 голосов бюджетные, есть такое правило, вы это знаете, наверное, два раза в год можно принимать законы поправки к бюджету, и в рамках этих правил вот сегодня этот закон принимается, может инфраструктурный закон можно будет принять, но остальные больше это будет невозможно. Поэтому как что решат демократы? согласятся пойти на отмену фириабастера, и тогда они могут провести налоговую реформу, реформу здравоохранения, но если они проиграют выборы 22-го года, 24-го года, тогда уже республиканцы будут навязывать свою программу без оглядки на демократов, но во что Америка в этом превратится, я не знаю. Я как всегда говорю, как Катон старший говорил, что в Америке очень нелегкие перспективы, сторона образа здравия, я честно говоря, такое взаимоотношение, которое мы имеем последние 30 лет, а сегодня оно наиболее выпукло проявилось, борьба партий, партии превратились в партии обструкции, если демократы еще как-то пытаются идти, а субликанцы нет, они чтут свято наказ Нюта Гинглича, никаких компромиссов с демократами, если мы берем власть, забыли о либералах, только наша повестка, но в таких условиях Америка не знает сколько протянет, если будет такая партийная обструкция, рано или поздно нарыв взорвется, мы получили первый нарыв 6 января, это был первый симптом болезни, а вот что будет дальше, я не знаю, тем более, что вы слышали, что после недели было отложено заседание в Нижней Палате из-за угроз, из-за угроз, которые ФБР передало, что есть информация, что некие группы боевиков, белых боевиков собираются взять, опять штумовать в конгресс, что есть угрозы конгрессменам, выступал слово, сказал, что есть угрозы, и ФБР подтвердило, что есть угрозы жизни, и демократам есть планы у этого белого нацистского подполья с тем, чтобы устранять тех или иных политиков, так что мы живем в непростые времена, и я опять-таки с суммой смотрю на будущее США, тем более, чем я оптимист, тебе легче. Миша, все пропало, хорошо. Не все пропало, но шансы на это есть. Хорошо. Ну, я просто смотрю на эту ситуацию, и я, во-первых, всегда рекомендую почитать информацию с первых рук, по крайней мере, по-английски, насколько это возможно. Уэбсайт называется politicalwire.com, где информация собрана хорошо. Например, я вижу, что наш безумный сенатор из Висконсина, Рон Джонсон, который заставил, чтобы сенат прочитал весь там 600 чем-то страниц, а сам он в это время ушел. А когда они закончили читать, демократы приняли, проголосовали, чтобы сократить обсуждение этого законопроекта вместо 20 часов на 3 часа теперь только было бы обсуждение, а Рон Джонсон сам не присутствовал, пропустил этот момент, и сам процесс сократился. Или, с другой стороны, Но ночью он сидел, Юра, он пришел ночью и сидел в Конгрессе, его заставили прийти. Конечно, они ведь ночью принимали закон, и он вернулся, и должен был сидеть. После прочтения весь состав Сената сидел там и все обсуждал ночью, и он пришел и ночью сидел, понимаешь, сам себе сделал приятное гореопровождение. Да. Сидел, и в момент принятия сидел, он должен был проголосовать, понимаешь, и он проголосовал против, но он сам себе сделал, сам себя лишил сна, это его личное дело. Я его не читаю большого ума человеком. Что? Нет, нет, тут именно сказано, что он покинул помещение в какой-то момент, когда закончили читать. Four Senate clerks, yet he wasn't prepared to object this morning when Democrats reduced debate on the bill from 20 to just, неправильно сказано, в общем, сократил. В какой-то момент его не было. Нет, он ушел, когда они читали, когда они читали, он ушел на время чтения страниц, а потом гемпартий сказал, будем принимать даже ночью, и он вернулся и ночью сидел, и было голосование под утро-субботу. Но мы... Сам себя наказал. Да, но мы ему еще займемся через два года у нас в Висконсине. Сенатор, который, кстати, уехал из Арканзаса, Дэн Саллова, про которого Дима говорил, тут сказано, что у него какой-то family и еще какие-то по семейным делам, и это означает, что, да, не понадобился вице-президент, но тут я не чувствую никакой большой конспирологии, просто раз они знали, что голосов нету, что-то произошло, то он и покинул. То бывает. И действительно, об этом пишет американская пресса, тем, что Байду надо теперь принять решение, если он будет поддерживать свои собственные дела, то, что он хочет сделать, или филибастер, потому что, так сказать, если отменить филибастер, то то, что Миша описал, это абсолютно то, что сейчас вот и обсуждается. Это замечательно, господа. Ну что ж, я думаю, есть много о чем подумать и нам, и нашим зрителям. Что-нибудь в заключение, я думаю, уже просто осталась только так тишина, так и в заключение, так что же было. Ну что ж, мы обсудили губернатора Коома, мы обсудили пакет помощи, посмотрим, о чем мы будем говорить на следующей неделе. Друзья, большое спасибо вам за то, что вы присоединились к нам. И всех наших дам с 8 марта поздравляю всех женщин и в Америке, и в Украине, и в России. Будьте здоровы, счастливы. Вам всегда была, сопутствовала удача. Вот с 8 марта, дорогие женщины. Да, это вот говорит о том, насколько я американизировался, что я даже не думаю, есть сегодня Facebook, о 8 марте, как о таком великом дне. Вот это надо в какие-то вот такие хорошие традиции из России и больше пребывать в Соединенных Штатах. Вот нашли что-то позитивное. У нас в Нью-Йорке, там, где я живу, там, где я живу, мексиканцы всегда открывают большое. Русские мужчины покупают больше цветов на 8 марта, чем на «Валентайз Дэйс». У вас не знаю, как бесконечный, но у нас это же Нью-Йорк, и здесь это цветочки, 8 марта, это цветочки. Я покупал, нашел на работу, моим сотрудницам по розыскам сюда дарил. И покупал торт. Это праздник, 8 марта. И мы пишем всегда на обложке газеты с 8 марта. Я мог забыть «Валентайз Дэйс», я не забываю праздникам никогда. Я хочу только присоединиться к поздравению Михаила и добавить, вне зависимости от вашей половой принадлежности, мужчины вы или женщины, любите своих женщин весь год, а не только 8 марта. С праздником вас! На этой глубокой мысли, друзья, вы смотрели Рашкин репорт программы «На троих».